Авторская книга Над последней книгой я работаю с 2017 года. Вот уже прошло почти пять лет. Она будет посвящена национальной игре Кукбуре. Я почти ее закончил. В Кыргызстане мало кто пишет именно книги про спорт и юмор. Я бы хотел восполнить этот пробел. Впереди много идей и планов. Сегодня Международный день дарения книг. Отмечается он в целях привития любви молодежи к чтению. Праздник поистине значимый, ведь книги – это знание о будущем любой страны в руках образованных людей. Здесь необходимо учесть факт, что прививать любовь к чтению нужно с ранних лет. А для этого в Республиканской детской библиотеке имени Баилинова есть все необходимые условия. Это отдел младший абонемент, называется Балалык. Здесь занимаются детки чуть ли не с рождения до четвертого класса. На втором этаже у нас уже абонемент для старшеклассников, студентов и так далее. Джаштык называется. Там уже с пятого класса и выше абонемент. Потом у нас есть именно специализированные отделы, такие как отдел искусства. Тоже проводим различные мероприятия и праздники. И также, конечно, дарим им книги. Ежедневно Республиканскую детскую библиотеку имени Космолы Баилинова посещают более 500 людей. Чтобы идти в ногу со временем и увеличивать число читателей, действует онлайн-библиотека, где уже оцифровано более 300 тысяч книг. Помимо этого, у библиотеки появились книги на кыргызском языке «Шрифтом Брайля» для читателей слов «З». Ранее у нас были книги «Шрифтом Брайля» для слабовидящих только на русском или на английском языке. Теперь же у нас появились произведения Ченгы Зайдматова, Тугульбая Садыгбекова, Элябаева и других выдающихся классиков на кыргызском языке. В целом у нас имеется порядка 200-300 таких книг. Это по закону Кыргызской Республики о правах человека. Также у нас имеются для них аудиопрограммы. Кроме того, мы поинтересовались у читателей, какие книги сейчас предпочитает молодежь и знают ли они про сегодняшний праздник. Я люблю читать детективы. Сейчас я уже читаю вторую книгу Шерлока Холмса. Отметим, Всемирный день дарения книг Кыргызстан вместе с другими народами мира отмечают с 2012 года. Наргиза Нурмаметова, Турара Нарбеков, «Пирамида». «Пирамида».